И уже во время мудрецов Талмуда не было пророков, так можно было бы ожидать пророческого повеления, а так его нету и как бы не предвидится. Так вот есть признак, когда в земле Израиля можно жить хорошо, благополучно, она цветет, цветет не только в смысле плодов, а в смысле экономической возможности здесь жить и существовать. И если есть признак окончания изгнания, значит каждый должен встать и переехать в землю Израиля. Этого, к сожалению, не происходит, потому что трудно сказать, почему это могло произойти уже давно. Вильнюсский Гаон говорил о 1840 году как об окончании изгнания и призывал всех своих учеников до 1840 года переселиться в землю Израиля. Он также говорил о том, что в землю Израиля нужно переселиться сразу, подняться стеной. Чем больше будет людей в земле Израиля, тем процесс возвращения, который сам по себе очень непростой, как мы можем представить и в физическом, и духовном плане, тем процесс возвращения пройдет легче. Он основывался на своем предшественнике, на Рамхале, на его работе, которая называется «Геулла», «Освобождение». Рамхаль говорит, что вот этот переход от одного к другому моменту, от изгнания к свободной жизни в стране Израиля, он очень-очень трудный. Чем больше становения Израиля будет земли Израиля, тем он будет легче. К сожалению, мы видим, что этого не произошло. Не произошло и в начале XX века, и не произошло после шестидневной войны, которая была величайшим чудом и должна была бы пробудить весь народ и побудить его к возвращению. И не происходит сегодня, потому что сегодня еще можно подняться и приехать. Но дело доходит до абсурда, до смешного. Скажем, я недавно прочитал статью, что в городе Монси после нескольких нападений трагических на евреев поступает огромное число заказов в компанию по охране предприятий и отдельных лиц, харидивная компания. И вот и написано, что люди привыкают жить в новой действительности. И, конечно, вызывает удивление, почему бы им не переехать в Израиль и здесь не привыкать жить в новой действительности. Столько сказано всего о славе земли Израиля, о том, как она помогает человеку, помогает его душе, помогает пониманию Торы, что совершенно непонятно, по каким причинам нужно оставаться за пределами земли Израиля. Есть движения, такие как Хаббат, которые утверждают, что они остаются за пределами земли Израиля, потому что они собирают там рассеянных евреев, тех, кто удалились от Торы и так далее. Все это хорошо, но это не выдерживает никакой критики с точки зрения Галахи. С точки зрения Галахи надо подняться сюда, создать государство духовное, справедливое, двигаться в направлении строительства храма. Тогда и те, кто отдалился от Торы, они гораздо-гораздо быстрее пробудятся, чем бегать за каждым из них и на каждого на них навязывать филин. Страна сама по себе, как и мы видим, создание государства, оно было самым сильным, самым сильным, самым действенным средством пробуждения народа, возвращения его к Торе, по крайней мере, значительной части его возвращения к Торе. Это справедливо и особенно для тех, кто вырос в Советском Союзе. Поэтому все эти, скажем, все эти выдумки, они не выдерживают критики с точки зрения Галахи. И все разговоры о Машиахе, они не являются разговорами галахическими. Что значит, скажем, некоторые говорят, что не надо или нельзя даже ехать до тех пор, пока не пришел Машиах. Где это? У нас нет этого. Есть закон, божественный закон. И он совершенно не предполагает, что должен прийти какой-то царь и так далее. И тогда можно будет ехать в Израиль. Где это? Что это? Это все вещи выдуманные, наносные. Корень их причина – то, что люди не ощущают святость земли Израиля. Многие из тех, кто живет в земле Израиля, также не ощущают ее святости. И это как бы не ощущает просто святости земли. И это приводит тоже к отрицательным процессам, которые есть здесь. Это основная причина. Мой учитель... Прошу прощения. Мой учитель Раби Маши Айзиман, у которого я учился много лет, он еще мне в Москве рассказывал такую историю, притчу, скажем, что пришло время возвращения. И вот Всевышний решил собрать сыновей Израиля со всех концов света. Но Сатан возражает. Сатан – это ангел, который управляет землей Израиля. Она отдана ему в разрешение, когда народ в изгнании. И для того, чтобы собрать народ, нужно получить разрешение у Сатана. И вот Сатан в конце концов согласился со Всевышним, потому что ему деваться некуда. Время пришло. Но он поставил одно условие. Он сказал, пусть они вернутся, но не почувствуют святости земли. Эта притча говорит о том, что... Мы понимаем, да, что процесс собирания, он неизбежен после какого-то времени, по крайней мере. А его проблема – то, что люди не ощущают и не понимают святости, с которой они имеют здесь дела. Очень многое зависит и от учителей, от изучения Торы. К великому сожалению, Тора не направлено на то, чтобы... Преподавание Торы глобально сегодня, оно не направлено на то, чтобы раскрыть святые земли Израиля. Не изучаются основательно пророки, не пишется комментариев, нет ни одного сквозного комментария на пророков за последние, может быть, 60-70 лет. Те, которые есть, последние комментарии, может быть, довольно неплохие, они не изучаются. Не изучается история, нет анализа современных проблем. Есть тенденция, которую мы с вами видим, опять же, из-за отсутствия ощущения святости земли Израиля, из-за стремления к такого упрощения удаизма, о создании у некоторого его суррогата, есть стремление посещать могилы праведников, которые находятся за пределами земли Израиля. Якобы там святость, просто абсурдная, с точки зрения Торы, тенденция, совершенно превращающаяся в какое-то, в какое-то совершенно посмешище, паломничество, вумань, это то, что мы с вами наблюдаем. То есть, для того, чтобы ответить на ваш вопрос, или даже, может быть, на него вообще нет ответа, потому что понять просто процесс, который происходит с народом, можно сказать, даже не две тысячи лет, а с момента разрушения первого храма, для этого нужно исследовать историю. Коротко можно сказать, что до XVIII века мудрецы Торы постоянно призывали к возвращению в землю Израиля. Как мы с вами говорили, Раши, великий комментатор, учитель всех поколений, он поднял движение, поднял настоящее движение, его ученики, 300 человек, переехали в землю Израиля. Скажем, Вильнюсский год он призывал переезжать в землю Израиля. До последнего времени, до конца XIX века, может быть, можно говорить о, лучше говорить, наверное, о, ну да, где-то о начале XIX века, о 1800-х годах, может быть, о конце, нужно говорить, XVIII века, мне сейчас трудно сообразить, нету тенденций, которые бы говорили, ну да, нужно оставаться в изгнании, ну да, не соотносились с изгнанием, с природой, до появления хасидизма не было разговоров о природе, да, все мечты были о земле Израиля. Никакой природы, лесочек, травка, деревья, там, ручеек, все это отсутствовало в еврейской традиции, в еврейском фолклоре до появления хасидизма. Мудрецы призывали, народ был связан с сердцем земли Израиля, переезд в землю Израиля был крайне труден, тем не менее, отдельные выдающиеся лица переезжали в землю Израиля, так, например, в 1700 году раби, да, рабиуда хасид, он пришел из Польши пешком вместе с тысячей последователей своих, вот, то есть, как бы, это движение в сторону земли Израиля было всегда. Другая тенденция, забывание о святости, неумение почувствовать святость земли Израиля, забывание о национальных задачах, поиск какого-то, какой-то возможности устроиться в Галуте, в изгнании, да, эта тенденция также, она, вот, появляется. Можно говорить о ней, после, о ее появлении, после французской революции, когда идет разговор о равных правах, да, и вместо того, чтобы воспользоваться свободой, которая дала новое время пересидеться в Израиле, сыновья Израиля начинают искать себе прибежище в странах России. Ну, вот, как бы так, в общем, да, вот, короткий вопрос, длинный ответ, вот, несколько по теме, как бы, да, не по теме, а по теме, не в тему, а по теме, да, сейчас одна секунда, и мы с вами начнем занятие с вашего разрешения. Вот, я надеюсь, что что-то прояснилось, да? Да, спасибо, спасибо. Вот, это не очень неоднозначно, но все-таки какой-то ответ. Так, сейчас одна секунда, одна секунда. Я надеюсь, что всем было интересно, надеюсь. вот, а теперь мы, наверное, все-таки займемся темой нашего занятия, которое, может быть, в какой-то степени будет продолжением этого разговора о земле Израиля. Натан, мы включаем запись, как ты думаешь? Раз, два, три, раз, два, три, меня слышно? Розеев, надпись, где шагит запись, уже давно висит. А, запись уже висит, но я как бы, я как бы не собирался для микрофона подобные вещи говорить. Ну, Не вопросом, да, ну, Ну, пусть будет, не первый раз. Вот, хорошо. Значит, то, что я хотел с вами обсудить сегодня, да, обсудить сегодня, может быть, несколько слов о несегодняшнем дне, вот уже закончившемся, о празднике Туби-Шват. Мы с вами говорили, я не буду повторять его историю, только напомню, что он возник в 16 веке, его установили мудрецы, торы, которые переселились, в основном выходцы из Испании, изгнанники из Испании, переселились в Тверью, и там они установили целый ряд обычаев, которые по по их замыслу должны были служить таким призывом для сыновей Израиля вернуться в землю Израиля, осознать, что настало время освобождения и вернуться в землю Израиля. Один из таких обычаев – это праздник плодов земли Израиля, праздник тех плодов, которыми славится земля Израиля. И тут можно представить себе такой момент. Мы часто говорим с вами о том, что земля Израиля славится семью видами плодов, но эти же самые плоды можно найти и в других странах, и возможно, никто, может быть, и не сравнивал, но возможно, что и не менее сочные, и не менее большие по своим размерам, чем те, которые растут в земле Израиля. Но дело здесь не в величине плодов, а дело в том, дело в том, что, скажем, можно сказать, дело в метафизике, что, как нам сказал Рав Кук, и мы с вами опять же занимались его и изучением его, он нам сказал, что земля Израиля связана непосредственно с душой сыновей Израиля, что она не является чем-то внешним, она является глубинным, не является каким-то средством, является целью, и связана с жизненными силами, с особенностями души сыновей Израиля. И здесь для того, чтобы понять это, скажем, высказывание, которое он не развивает, а может быть даже не столько понять, как бы представить, так ассоциативно, нужно представить себе, что есть такое понятие, есть такое понятие метафизика. Для, скажем, для греческих философов это было одно, для Торы это несколько другое. Для Торы, скажем, есть для греческих философов метафизика это вера в то, что вера в то, что физический мир отображает некоторые идеи, существующие в идеальном мире, то для Торы это, ну, может быть, в этом плане примерно то же самое. Это указание на то, что в физическом мире отражены, отражены, отражено, можно сказать, желание Всевышнего. Мы с вами говорили о том, что весь мир создан речью и каждое-каждое творение, оно как бы что-то хочет сказать, что-то хочет раскрыть человеку о духовном мире. И скажем, когда Фалис, скажем, которого считают первым философом школ монотеизма, он говорил о том, что все вода, он имел в виду, что он пытался решить проблему поиска, скажем, единого начала, он верил в то, что в мире есть единое начало, и пытался представить себя, как же в мире есть множество формы. Вот, когда он говорил все вода, он имел в виду, мир устроен таким образом, что одно перетекает в другое. На современном физическом языке сказали бы закон сохранения энергии. Один вид энергии переходит в другой, одни, это позволяет даже иногда материальным формам одним переходить в другие, и так далее, химическим реакциям, то есть все как бы плавно переходит в одно переходит в другое. Гераклит говорил о том, что весь мир огонь, то есть он не верил в плавное перетекание формы одной в другой, он верил, что одна исчезает, другая возникает, и так далее. Это язык метафизики, есть метафизика шкулманизма, есть метафизика Аристотеля, есть метафизика Канта, скажем, в Торе есть что-то похожее, но, но, опять же, это не наблюдение человеком за миром и попытка увидеть какую-то связь и анализ, это речь Всевышнего, которая указывает на действительно, если так можно сказать, на действительно существующие связи, на не то, что человеческий разум там может придумать, иногда правильно, иногда неправильно, иногда точно, не точно, иногда глубоко, не глубоко, он, скажем так, метафизика Тора, это речь Всевышнего, разокрывающая духовные сущности, в этом плане давайте мы с вами попытаемся представить то, что мы, может быть, немножко говорили с вами, вот возьмем, возьмем с вами сейчас я, что я сделаю, я сделаю, как всегда, сделаю share, да, демонстрация экрана, вот, совместное использование, и мы берем с вами, берем с вами то, что я приготовил, но не открыл, одна секунда, одна секунда, так, вот, возьмем, чтобы у нас было перед глазами, да, в книге Дворим говорится, что земля Израиля славится, семью видами плодов, плодов, это хита пшеница, саура рож, гефин виноград, тына инжир, ремон гранат, зайт маслина, и дваж мед, имеется ввиду финиковый мед. Давайте попытаемся представить себе, о чем идет речь. Возьмем плоды, да, и все они указывают на свойства сыновей Израиля, которые раскрываются в земле, раскрываются в земле Израиля. Мы с вами помним, что мы не раз вспоминали, что рабио Ханан, это третий век этой эры, он о нем рассказывается в Талмуде, он ел так плоды вместе со своими учениками, что они оказывали сильнейшее влияние на их душу, на внутренний мир. На что нам указывает виноград? Его свойства, оно понятно, из него делают вино, и оно, про вино говорится, что оно веселит сердце. Оно, вино, скажем, если говорить о крайних случаях, то можем сказать, оно несколько притупляет разум, и таким образом и раскрывает силы сердца. И таким образом виноград указывает на то свойство, которое есть у сыновей Израиля, это есть, так можно сказать, склонность к пророчеству, то есть восприятие мира, как мы с вами говорили, силой сердца, и не совсем как бы силой, не совсем силой разума, несколько убирая ограничения, которые накладывает разум. То есть это пророчество, цельное восприятие мира, которое выходит за рамки тех понятий, которые оперирует разум, пространство, время, пространство, временные рамки, как бы, есть сила, которое выводит сыновей Израиля за эти рамки и дает возможность воспринимать мир сердцем, на это указывает виноград. И еще Елель сказал в трактате Псахим, что если сыновья Израиля, если они не пророки, если они не пророки, то они сыновья пророков, то есть у всех есть это свойство и каждый, кто попадает в землю Израиля, не важно ест он виноград или не ест он виноград, сила земли здесь раскрывается и его представления о мире, они несколько меняются, или по крайней мере он получает такой потенциал приблизиться к пророчеству, выйти за пределы временных и пространственных рамок в своем мировосприятии. Возьмем с вами Маслину у Заят. Мы у ней говорили, что скажем масло оно не только пища, но и источник для света, то есть скажем для свечи, для лампад в древнем мире используемого оливкового масла. По как бы по своему виду, характеру, но как бы образно говоря, оно представляет собой как бы жидкий огонь. Оно полностью прогорает, полностью от него ничего не остается. дерево и сигарет остается пепел, остаются угли. Масло полностью прогорает, ничего от него не остается и оно как бы полностью поднимается вверх, поднимается или стремится к духовному миру. Конечно, не масло, оно указывает на то свойство, которое есть у сыновей Израиля. Это горение, постоянное горение, стремление к духовному миру. Не случайно семисвечник, который стоял в храме, который мы называем Минора, он ассоциируется с душой сыновей Израиля, его семь ветвей, семью свойствами сыновей Израиля, и в эти лампады наливалось оливковое масло, чтобы как бы показать, или, скажем, тут вот такой метафизический образ, что душа сыновей Израиля, она всегда соединяет высокий духовный мир с материальным миром, соединяет своим горением, горением, которое постоянно, постоянно расширяет рамки представлений. Может быть, рамки представлений о физическом мире заставляет отбросить старые представления и устремиться к новым, как бы, да, как такое горение лампады дает свет. Может быть, несколько похоже, несколько похоже на виноград, да, но виноград, он в основном указывает на ту силу, которая, как бы, приходит сверху от Всевышнего пророчества и которую человек способен воспринять. Маслины в основном указывают, или оливковое масло, точнее говоря, указывает на силы, которые заложены в самой душе от рождения. Это ее свойства. она как бы из себя извлекает эти силы, которые постоянно, да, как бы, если можно так представить, душа настолько большая, что она с трудом помещается в материальном мире и постоянно, постоянно хочет изменить его рамки в том плане, что отказаться от старых представлений, перейти к новым, скажем, более материальных представлениях, более абстрактным представлениям, это маслины. Теперь, если мы будем говорить с вами о финиках, то они говорятся как дваж, мед, финиковая пальма, и мудрецы наши говорят, что дваж это финиковый мед. Вот все эти моменты мы можем представить себе. Финиковая пальма, она сравнивается с праведником. У нее как бы, у нее почти нету ветвей, да и те ветви, которые есть, это как бы листья, которые отвердели и превратились в ветки. То есть образ таков, что сердце сыновей Израиля, оно тянется кверху, тянется ко всевышнему, поднимается вверх и не уходит никуда, не уходит никуда в стороны, все как бы ветки старые отпадают, остаются ветки только на самом верху, устремленное сердце ко всевышнему. дваш, мед, не случайно финики, не названы просто финиками, она названа, говорится о финиковом, говорится о финиковом меде. Здесь есть такой момент, земля Израиля, как мы помним, ее, у нее говорится в Торе, что это эритзавад халафудваш, это земля, которая течет молоком и медом. И здесь есть также метафизический смысл не столько богатства, сколько указания на то, что в земле Израиля даже все нечистое превращается в чистое, все отрицательные потенциалы превращаются в положительные потенциалы. Это, конечно, в том случае, если человек приложит свои усилия, минимальные усилия, то ему здесь дается такая помощь. В каком смысле? Какой же здесь образ? Молоко и мед это два продукта, которые являются исключением. Их источник как бы не кошерный, а сами они кошерные. Молоко это, скажем, переработанная кровь изначально, мёд это секрет пчелы. И, скажем, в любом другом случае, эти подобные продукты, которые происходят от нечистого, они были бы запрещены. Здесь Тора делает исключение, молоко и мёд являются разрешенными продукторами, и земля Израиля, текущая молоком и мёдом, указывает на особые силы, которые здесь есть у человека, которые земля даёт человеку, воздух земли Израиля даёт человеку. Это переворачивает даже дурное, даже нечистое, переворачивает в чистое. И это характерно особенно для пальмы, которая характеризует праведника, у которого всё сердце как бы полностью устремлено вверх ко Всевышнему, для него это свойство раскрывается прежде всего. У кого-то открыт микрофон, если можно закрыть его. Окей, спасибо большое. Дальше. осталось у нас гранат и фиги, так сказать, инжир. Гранаты мы много с вами говорили, ещё раз поговорим сегодня, когда будем говорить о буквах, я надеюсь, мы успеем. Глобально мы с вами говорили, что земля Израиля отличается тем, что она объединяет все отдельные частности в одно большое общее целое и целое придаёт как бы, если так можно сказать, проявляется через частности. В Торе есть такой принцип комментария, что скажем, да, общее и частное. Общее говорит так, что нет у тебя в общем того, что нет в частном. то есть, скажем, если не углубляться сейчас в этот момент, просто, да, есть такое свойство, о котором мы тоже, может быть, говорили уже, да, общее проявляется через частное, это отражает гранат, у которого, скажем, да, все, он сам красного цвета, зёрна красного цвета, они как бы складываются в одно единое целое, а в частности создают плод и вид самого, скажем, вид самого плода общий оказывает влияние на каждое зерно, это ремонт, это гранат, да, тына, это, скажем, да, потенциал рождения, размножения, может быть, не только в физическом плане, но и в духовном плане, да, потому что у него у, тына, зёрнышки очень маленькие, их очень много, да, и они практически не, как бы, неотделимы от самого плода, от его, от питательной массы, в которой они находятся, да, вот это все можно связать с, я не хочу трогать хита и саура, потому что это еще отдельный разговор, пшеницу и рож, да, вот пять видов плодов, мы с вами немножко посмотрели, может быть, очень, очень бегло, но я надеюсь, что вы можете сами, как бы, продолжить эту работу, метафизическое построение, найти свойства, которые указывают на те свойства души, на те силы души, о которых мы с вами говорили. Вот, это, как бы, короткое такое напоминание, да, вот, и здесь мы тогда можем себе, можем представить себе на, как бы, глубину мысли, когда пророк Ехискейл в 36 главе говорит нам, что что когда сыновья Израиля не собираются подняться из изгнания, то Всевышний обращается к горам Израиля и говорит, а вы горы Израиля беты свои протяните и плоды дайте, ибо близок мой народ и скоро придут они. 36 глава 8 и 8 стих то есть пророк представляет себе цветение земли Израиля вместе с возвращением сыновей израиля в землю Израиля при возвращении из изгнания нужна нужна помощь потому нужна помощь потому что нужно очиститься от той нечистоты которая была в странах изгнания нужно обрести новые силы которые позволят начать новое время время освобождения и цветение земли Израиля оно свидетельствует о том как мы теперь понимаем через высказывание из Талмуда через Раби Аба который говорит на 98 листе трактата Сангедрин что нет у тебя более явного признака чем окончание знания чем цветение земли Израиля кроме той галахической посылки о которой мы с вами говорили что цветение земли Израиля указывает на то что нужно подниматься стеной уже не отдельные люди которые готовы бороться с трудностями а стеной нужно подниматься в землю Израиля кроме этого мы здесь видим такой метафизический смысл возвращение сновей Израиля оно потребует осмысление того что такое народ что такое государство что такое страна что такое свой язык что такое мы сами на это на все нужно будет взглянуть новыми глазами совершенно по-другому и это не просто скажем теоретические какие-то посылки выяснения каких-то теоретических понятий это жизненно важно если не обрести эти понятия если не понять кто мы такие что за что же наша земля что что путь по которому ведет нас Всевышний то что происходит вокруг не увидеть чудеса которые творятся это все просто скажем крайне проблематично для продолжения пребывания в земле Израиля и вот нужны силы нужны силы нужны нужно новый взгляд на вещи и какой-то элемент пророчества помощь свыше чтобы раздвинуть рамки обычных представлений если вы помните Равкук говорит что земля Израиля не понимается с точки зрения ее невозможно понять с точки зрения рациональных рассуждений только силой души так вот нужна сила души нужно нужна сила пророчества хотя бы какие-то его крупицы элементы нужна нужна сила единство такая которая закрещена в гранате когда отдельные частности представляют собой общие отражаются в каждой частности нужны нужны силы силу души горения которые будут расширять уже раздвигать рамки самого материального мира не только представления но и менять этот материальный мир в плане духовном духовных представлений нужна праведность устремленность сердца ко всевышнему без того чтобы разбрасываться в разные стороны и чтобы тебя никто не пугал никакие народы мира чтобы тебя не пугали а чтобы твое сердце было устремлено ко всевышнему и действовать только из а не из страха перед народами мира, нужно благословение, которое позволит народу размножаться, да, и размножаться не только как бы физически, а умножать свои силы, если так можно сказать, свои идеи, да, и вот свое влияние, да, и когда земля Израиля цветет, это указывает на то, что Всевышний ждет свой народ и готов дать ему все эти силы, без которых невозможно начать новое время, без которых невозможно, прежде всего, понять, что это за новое время, и невозможно начать его. Здесь я остановлюсь и, пожалуйста, если есть какие-то вопросы, я готов на них ответить. Если какие-то вещи кажутся очень общими и малоконкретными, да, то нужно вспомнить такой момент, да, что изучение подобных вещей, как нам указывает трактат Хагига, очень-очень сильно зависит от ученика, да, учитель, задача учителя дать какой-то намек, да, и не потому что, скажем, вот так вот из вредности скрыть какую-то информацию, а есть многие вещи, которые очень трудно проговорить словами, да, они должны задеть какие-то струны в душе, и дальше уже человек сам развивает, развивает мысль, развивает свое представление, да, вот, и ассоциативный образ мышления. Так что я заранее приношу изменения, если что-то очень покажется общим, да, дальше вот это дело каждого, как-то постараться развить этот путь мысли, или, скажем, направленность мысли и представления. Вот я вижу вопрос в чате, да, вот Андрея. Вы упомянули богатств и подумал, относится заповедь о справедливом суде к Бней Исфраэле, как воспринимать то, что происходит сейчас с судебной системой Израиля и в свете этой заповеди. Значит, я бы заранее хотел, вопрос вполне правомерный, я бы заранее хотел уйти от политических вопросов, потому что они, как бы, в общем-то, довольно понятны. Здесь можно довольно понятно, здесь можно спорить о каких-то деталях, общая проблема, она довольно очевидна. Значит, я, как, скажем, человек частный, не вижу никакой совершенно возможности повлиять на ту ситуацию, которая сложилась. Я вижу, как я вам говорил, решение проблемы, скажем, решение проблемы всех проблем в Израиле, два, как бы, направления, два пути. Первое – это массовая Илья, массовый приезд сыновей Израиля в Израиль. Это и с физической точки зрения, и с духовной точки зрения поможет решить практически все основные проблемы. Наша основная проблема – то, что идет борьба за землю, идет борьба за так называемые территории, которые, если вернуть эти территории в том или ином виде, Израиль не сможет существовать или будет поставлена грань выживания. Большая проблема в том, что, скажем, просто не хватает людей, которые бы заселили эти территории. У Раф Ариэля Исраиля, главы института храма, есть, на мой взгляд, очень прекрасное замечание совершенно. Я не знаю его источник, он, как бы, приводит его, он говорит, почему земля, данная Аврааму, была больше той земли, которая была обещана Маше при исходе из Египта. По одной простой причине земля, которая была обещана Аврааму, ее невозможно было заселить, потому что, как мы с вами знаем, по Медрашу четыре пятых остались в Египте. Не было людей, которые можно заселить, поэтому Всевышний, как бы, если так можно представить себе, по крайней мере, одна из сторон этого момента, Маше получил обещание гораздо меньшего куска земли, потому что не было народа, который мог бы заселить землю от Нила до Ифрата. Та же ситуация сохраняется сегодня. Поэтому массовый приезд, массовый приезд на вею Израиля, он бы решил эту проблему и улучшил бы ситуацию во всем мире, не только в Израиле, но и во всем мире. Второе, это, наверное, эти два процесса, как бы, они связаны. Второе, о котором я хочу сказать, это, ну, грубо говоря, так, в общем, это создание Торы земли Израиля. Ничего переписывать не надо, ничего менять не надо, ни Шуханару, ни сам Текст Торы, не дай Бог, ни Пророков, ни Шуханарух, ни Талмуд, ничего менять не надо. Нужно осмыслить то, что у нас есть, осмыслить в правильном пране, в правильном свете, увидеть глубину того материала, который у нас есть, и представить себе тот материал, который у нас есть. То есть каждый кусок можно трактовать по-разному. В нем можно увидеть какие-то мелочи, и в нем можно увидеть глобальный взгляд на вещи. Глобальный взгляд на вещи в любом месте, это призыв, скажем, если говорить о Талмуде, это призыв вернуться в землю, в землю Израиля. Одни так, другие так, одни в одно время, другие в другое время, одни по одной причине, по другой причине, все мудрецы говорят о возвращении в землю Израиля. За Галахой, который восстанавливается, стоят представления о мире, не просто высказывания о чем-то, о чем мы не знаем, только вот мудрецы и знали. Нет, стоят философские, принципиальные моменты, которые нужно вскрыть. Вот эти два момента возвращения в землю Израиля и, так сказать, создания, не знаю уж как тут подобрать слово, Торы Израиля, это то, что должно было решить нашу проблему. До тех пор, пока мы будем операция смотреть на этот богат, что там делается, и как заповедь установить там справедливое государство, и справедливо ли действует богатство и так далее, все это ничего невозможно изменить, пока народ не поднимется стеной в свою землю, и пока он не осмыслит ту традицию, которая у него есть в руках, которую же он сам же сохранил, ту же мчужину, пока он не заставит ее как бы светиться. Вот это две вещи. И можно с этим долго спорить. Говорить, скажем, о проблеме, которая волнует многих из нас, о строительстве храма, который должен принести благословение в весь мир, также очень трудно, пока сыновья Израиля остаются за пределами земли Израиля. Если начнется возвращение, вернется с сыновьями Израиля, вознется божественное присутствие, будет гораздо легче, скажем, идти в сторону исправления, выработки правильных представлений, построения справедливого государства. Пока больше половины остается за пределами земли Израиля, трудно говорить о каких-то принципиальных изменениях, которые можно будет произвести, скажем, в ближайшем будущем. Очень надеюсь, что мы с вами обсуждаем то, что важно для вас, то, что интересно вам, потому что я как бы, не знаю, я пытаюсь ответить, пытаюсь говорить о том, что болит у меня, то, что мне кажется наиболее важным для нас, но не знаю, как это ложится вам на душу, на разум и так далее. Хорошо. Это... Авдец, большое спасибо. Понятно и интересно. Понятно и интересно. Очень рад, очень рад. Вот не потому, что там это нужны какие-то похвалы, как вы понимаете, это совершенно лишнее, а потому что нужна связь с вами и представление о том, что мы работаем на одной волне. Есть что-то еще хочется спросить по тому материалу, который мы с вами обсудили. Если нет, то мы с вами продолжим тему, которую мы с вами начали, затронули. Сама по себе тема очень интересная и тоже очень трудная. Вот. И тоже похоже на метафизику, может быть, несколько в другом плане. Да, это тема, тема букв. Мы с вами добрались... Мы начали с буквы «Йод» и вернулись к букве «Йод». И начали говорить о букве «Кав». Давайте сейчас мы затронем еще несколько моментов. Я опять делаю шерк, хотя мне очень приятно видеть вас, даже ваши фотографии. Вот. Если даже не вживую, то ваши фотографии. Но, тем не менее, сделаем демонстрацию экрана, совместное использование. Уберем эту картинку. И первое, что мне бы хотелось с вами сделать, наверное, наверное, это несколько поговорить еще о букве «Тет». Может быть, это будет примером, насколько, скажем так, обширная информация скрывается за тем, о чем мы с вами говорили. Вот. Мы видим с вами здесь... Мы видим с вами здесь... Мы видим с вами здесь... Вот давайте так. Сразу трудно переключиться. Мы будем говорить немножко о расширенном представлении о букве «Тет». Мы с вами говорили, что буква «Тет», она состоит графически из буквы «ВАВ», которая загнута внутрь и как бы указывает на то, что нужно смотреть, как бы зреть в корень, в середину, искать что-то в середине. Да? И из буквы «ЗАИН» эти две буквы соединены как бы вместе и образуют букву «Тет». Да? Буква «Тет», она за вам в себе, как вот мы здесь видим, в слове, которое мы сейчас обсудим, она двойная. Да? Двойная. И мы говорили с вами о том, что заглянуть внутрь нужно для того, чтобы уйти от представления о том, что есть два начала, которые заложены в букве «Хет». Буква «Хет» представляет собой, как мы с вами видели. Да? Вот давайте, может быть, мы поднимем эту, мы можем закрыть. А мы с вами вот поднимем, может быть, весь алфавит. Вот здесь вот мы с вами видим букву «Тет», которая здесь четко видно, что это «ВАП» и «ЗАИН». «ВАП» немножко заглянуто внутрь. А вот «Хет» как две буквы «ЗАИН», соединенные вместе тонкими черточками. Мы с вами говорили, что «Хет» – грех как бы, что возникает представление, что есть два начала. Для того, чтобы уйти от этого представления, нужно как бы заглянуть внутрь, попытаться понять единство Всевышнего, единое начало в мире, попытаться не понять, скажем, силой сердца. Не силой разума, а силой сердца. Может быть, сейчас это немножко, немножко расплывчатый, но вот мы с вами расскажем пример, приведем пример и расскажем о году. Я думаю, что этот момент, он несколько высветится, да, на несколько у нас... Вот, и здесь мы видим с вами букву «Т», она сама по себе как бы одно, одно и другое, похожее друг на друга. И вот теперь мы представим себе с вами, да, рассказ о Раби Мейре, Раби Мейре, который учился у Ильише Бен-Авуя, который как раз пришел к представлению о том, что в мире есть два начала, доброе и злое. И о Раби Мейре говорят, что он учился у Ильише Бен-Авуи, спрашивают, как же он мог это сделать. И говорится, что он взял ремонт, гранат, выбросил шелуху и зерна съел. Теперь мы с вами пойдем очень интересным, очень сложным путем. Ильише Бен-Авуя, да, Ильише Бен-Авуя, как известно из трактата Хагига, увидел ангела очень высокого уровня, имя которого Метатрон. Можно сказать, что это от греческого Метатерония, высшая власть, с точки зрения как бы описания этого ангела, можно представить себе, что он один, есть все ангелы, они как бы в паре один и другая его противоположность, а это ангел, в котором противоположности начинают совмещаться, и поэтому он один, он вбирает в себя все противоположности, так же, как на прошлом занятии мы с вами говорили про небеса, Шамаем, про их свойства, что там огонь и вода существуют в единстве в духовном мире, вот этот ангел отражает эту силу духовного мира и распространяет ее, может быть, или через него она распространяется на весь духовный мир, это совмещение противоположностей, стремление к единству, однако полное единство, прошу прощения, полного, абсолютного единства здесь нету, это все еще единство, так сказать, очень высокое, но все же единство составных частей, ангел этот один, или Шаминавуэ, когда он приблизился к духовному миру, приблизился к уровню пророчества, то он увидел ангела высокого уровня, вот Метатрона, который сидит на престоле, в трактате Хагига рассказывается такая, как бы, понятно, что это аллегорические, все неточные описания, но говорится, что когда Ириша Бенавуэ ошибся и сказал, что в высшем мире никто кроме Всевышнего, никто не сидит, все стоят перед Всевышним, если вот этот ангел сидит, наверное, в мире есть еще какая-то власть, хотя бы небольшая, но самостоятельная, кроме Всевышнего, то Метатрону сказали, почему же ты не встал, когда Ириша Бенавуэ как бы приблизился к пророческому уровню, вошел как бы в духовную мертвь, тебе надо было встать, и вот как бы даже Метатрон был наказан за то, что он не встал, когда Ириша Бенавуэ увидел его. Мы сейчас не будем разбирать этот момент, вот я надеюсь, что все уже понимают, что Агада – это вещь сложная, и она может быть просто красивый рассказ, но этот рассказ нужно понять. Мы сейчас оставим смысл этого рассказа, а мы только представим себе с вами, что сделал Раби, что сделал Раби Мейер, скажем, по намеку, вот той же Агады в трактате Хагига, он взял ремонт, гранат, то есть он из имени Метатрон выбросил две буквы ТЭТ, и заменил на ремонт с буквы ЙОД, две буквы ТЭТ он превратил букву ЙОД. То есть, что нам говорит Агада в том плане, который нам с вами интересен, который мы с вами представим, он нашел центральную точку, нашел центральную точку, тут же ТЭТ, и все проблемы как бы решились, вернувшись как бы к центральной точке, к моменту начала, к такому восприятию вот этого единого начала мира, которое связано с ощущением, которого дает храм, Раби Мейер исправил ошибку Илишебенавуя, его, то, что он увидел Метатрона, то, что он увидел его сидячим, и главное, то, что он представил себе, что в мире есть два начала, два начала, эти два начала, эти два начала, которые выражены в букве ХЭТ, они через как бы букву ТЭТ, через поиск внутренней точки Церцебины, они превратились в букву Ют, слово Метатрон превратилось в Ремонт, в указание на гранат, который указывает на единство всех частностей, вот, можно сказать, что это сам гранат, он как-то похож на этого Ангела Метатрона, но вот только, скажем, если извлечь буквы ТЭТ и ТЭТ, которые путают, да, это привлезет нас к Ремонт, понимание вот такого вот единства отдельных частей, которые поддерживаются центральной точкой, центральной точкой начала, да, вот это, может быть, можно представить себе таким образом букву ТЭТ, как поиск, как поиск единого начала, сердцевину, центральной точки, да, и вот в этом рассказе эти две буквы ТЭТ, как бы, да, они сливаются в единую, превращаются в букву ЮД, да, это то, что мне хотелось добавить по поводу буквы ТЭТ, и привести этого к году для того, чтобы представлять себе, что те начальные понятия, которые мы с вами как бы берем относительно букв, они, во-первых, да, действительно такие, это, как бы, однозначно букву указывает вот на такое понятие, а второе, то, что это понятие дальше можно развивать и углублять и как бы ассоциативно представлять себе через те Агадот, Медрашим, которые есть в нашей устной традиции, да, вот давайте мы теперь с вами представим себе, сделаем следующий шаг, мы говорили с вами, что буквы, которые буквы, которые до Ют, это буквы замысла, да, а буквы, которые после буквы Ют, это буквы как бы реализации этого замысла, да, вот представим себе букву Кав, да, мы говорили, что это рука, которая, которая действует, ладонь руки, да, не сама рука, как бы на руку указывает Ют, да, а это ладонь руки, которая начинает действовать, Кав, да, вот про нее можно, в каком плане она действует, она создает, она творит, да, но цель этого творения, да, прийти, прийти к Ламид, да, здесь у нас Ламид записан несколько так, скажем, произвольно, когда пишется Тора, то Ламид пишется как Кав, да, как буква Кав, над которой, над которой стоит буква Ют, да, мы здесь видим, что здесь Ламид стоит буква, стоит буква Ют, мы понимаем с вами, да, что и мир действия, он также связан с поиском, с поиском центральной, центральной точки, центральной точки, которая должна проявиться не только в мире мысли, не только мир мысли является таким планом проявления центральной точки, но и мир действия, творения, созидания, он также направлен на поиск центральной точки, вот есть Кав, ладонь, которая действует, да, а есть Ламид, та же самая ладонь, буква Кав, которая действует, но, но, да, она действует, действует так, что связь с духовным миром, бесконечность, она начинает присутствовать в каждом действии, да, очень интересно, да, что при строительстве храма, в шестой главе книги Малахи Мали, в книге Царств Первый и в книге Ихискеля используются используются две меры, да, основная мера это ладонь, да, и есть две, есть как бы две ладони, есть ладонь, да, есть ладонь с прижатыми пальцами, а есть ладонь, когда пальцы не свободны, растопырены, да, вот, ладони с прижатыми пальцами меряются все, все конструкции строения, боски, да, вот, в мешкане, в переносном храме и в храме, скажем, строения меряются ладонью с прижатыми пальцами, а сосуды храма, они измеряются, они измеряются ладонью с несколько, так, растопыренными пальцами, да, скажем, называется, если в прямом русском переводе, то ладонь такая смеющаяся, но здесь дело не в том, что смеющаяся, а дело в том, что между пальцами есть расстояние, да, вот, и мы видим, что конструкция здания меряется ладонью с прижатыми пальцами, а сосуды храма меряются ладонью с несколько раскрытыми пальцами, мы понимаем, о чем здесь идет намек, о чем здесь, на что здесь дается намек, на та же самая Метафизика, которая указывает образ, что можно действовать, можно творить так, чтобы, как сказать, оставлять место духовному миру, оставлять место бесконечности, проявлению в действии бесконечности. Так можно представить себе, скажем, действие, заповедь, многие вещи, и строительство также может быть связано с заповедью. Вот можно представить себе, что есть два человека. Один делает, и он думает, что он делает все своей силой. А это ближе к букве Кав. Есть действие, когда человек действует и понимает, что Всевышний постоянно дает ему силу. Более того, как бы, да, сила Всевышнего присутствует в его действии. И это больше похоже на букву Ламин, на Кав, на котором стоит буква Ют. Да, вот это мы с вами сделали два шага дальше. Да, вот после буквы Ют, после центральной точки начала мира, пошли в сторону творения, созидания не плана, а самого творения. Да, и посмотрели букву Ладонь, да, и посмотрели букву Ладонь, как бы осознающую то, что с ней всегда сила Всевышнего, что действие ее, как бы, выходит на бесконечность. Вот, теперь, если мы возьмем следующую букву МЭМ, она потрясающе интересна и тоже требует, тоже требует долгого разговора, может быть, так же, как буква ТЭТ. Вот, да, прежде всего мы можем с вами заметить, да, прежде всего мы можем с вами заметить такой момент, что эта буква, да, она включает в себя слово. Она состоит из буквы, как бы, из буквы МЭМ основной и буквы Ют, которая к ней присоединена, да. Таким образом, скажем, она, как бы, превращается в слово МИ, КТО, да, а мы знаем, что слово МИ, КТО, очень-очень важное слово, да, оно, как бы, указывает на имя Всевышнего, я напоминаю, да, что тот, кто спрашивает, кто, кто сотворил этот мир, да, постоянно живет с этим вопросом, то он и получает ответ, но ответ, может быть, не на вербальном уровне, а через, как бы, через силы души постоянно, постоянно получает ответ, кто сотворил этот мир. Может быть, он не сможет об этом рассказать, но в душе его зреет, если так можно сказать, какое-то ощущение или представление того, что у этого мира есть единый, есть единый творец, у всего есть единый творец. Это вопрос МИ, да, вопрос, который постоянно превращается, постоянно возвращается в ответ, да. Это слово МИ, оно связано с, мы сейчас вернемся к букве ММ, да, но как мы представляем себе, следующее за буквой ММ – это НУН, да, и по гематрия, она равна 50, да, вот, и она указывает, как бы, на 50-й, на 50-й уровень постижения, о Маше говорится, что он поднялся на 49 ворот, стоял в 50-х воротах, да, и мы можем представить себе, о чем идет речь, да. В 50-х воротах – это ворота, в которых есть вопрос, в которых постоянно дается ответ, но полного, наверное, ответа окончательного нету, да. 50-й уровень – это вопрос, это уровень вопроса МИ, да, кто? МЭМ – 40 и ЮД – 10, как бы она сама в себя, эта буква вбирает вот этот момент 50, и как бы дает нам переход к НУН, который сама по себе интересный, мы о ней поговорим, да, вот, который указывает на 50-й уровень, на 50-й уровень постижения, да, и, да, если, скажем, если, да, если, скажем, КАФ, да, о которой мы с вами говорили, да, и ЛАМИД, они указывают на то, что человек при своем действии, при своем труде, у него рождается ощущение, что в этом мире есть высшие силы, единое начало, бесконечность, она присутствует в каждом движении, то буква МЭМ указывает уже на понимание, осознание этого момента не через действие, а, так сказать, понимание головой, что мир, да, мир является, мир является открытым, он не является замкнутым, да, и как на уровне действия, так и на уровне мысли постоянно в нем присутствует, постоянно в нем присутствует бесконечное начало, да, вот, и постоянно присутствует бесконечное начало. Мы знаем с вами, что, как бы, наука пришла к тому, что мы с вами, может быть, говорили, а недавно, к сожалению, несколько лет назад ушел из жизни очень интересный человек, Бенямин Файн, он был борцом за выезд в 70-е годы, большой ученый, физик-ядерщик, которому все-таки удалось уехать в Израиль, получить разрешение на выезд в Израиль, где-то в 76-м году, по-моему, если я не ошибаюсь, да, он работал в Хайском университете и написал, написал несколько книг, одна из которых называется «Разум и вера», очень интересные книги переведены на русский, мы с вами говорили, и кто-то мне даже сказал, что, по-моему, из вас, что есть перевод еще одной книги на русский, да, я помню все-таки ее юридское название «Далута Кфера», как бы, как сказать, это ничтожество или как малость, малость, нищета, нищета неверия, нищета неверия, да, вот, к чему я это говорю, да, то, что его книга «Разум и вера» посвящена обсуждению открытий научных и созданию научных теорий, которые развиваются в 20-м веке, да, теории, утверждающих, что, скажем, человек не является, не может являться замкнутой системой, «Разум человека не может являться замкнутой системой», он не рождает новые идеи, новые представления сам по себе, из себя, из той информации, которая у него есть, новые идеи – это не результат анализа, обобщения, той информации, которой обладает человек, новые идеи, скажем, да, прорыв какой-то в новое, да, он происходит извне, да, об этом, это как бы в современной психологии принятая совершенно идея, даже не оспариваемая, которая была введена таким ученым Поппером в начале 20-го века, и который доказал это и теоретически, и на исследованиях, да, что новые идеи, они приходят всегда, новые идеи, новые представления, они приходят всегда извне, да, вот, то есть, ни одна замкнутая система не может развиваться, да, не может развиваться, вот, и это относится и к человеческому разуму, так сказать, к человеческому мозгу. Поппер это доказал научным образом. Здесь мы видим с вами это на картинке, да, у нас есть рука, которая творит, есть рука, которая творит, и как бы на уровне такого действия подсознания рождается ощущение, что, как бы, ее сила – это и ее сила, и не ее сила, да, что и в каждом ее движении, в каждом ее действии присутствует гораздо больше, чем просто простое действие, да, вот, а буква «М» говорит о том же самом, только на уровне понимания осознания, да, начало представления о том, на начало представления о том, что, как бы, есть тот, кто-то, с кем человек постоянно находится на связи, да, и вот она, как бы, сама в себе буква отражает этот вопрос «ми», «кто», да, и выводит нас к букве, выводит нас к букве «нун», да, на которой мы можем с вами поговорить, но прежде я, опять же, хочу остановиться на секундочку, вот, и спросить вас, есть ли какие-то вопросы. Окей, значит, если нет вопросов, мы с вами попробуем обсудить еще, может быть, букву «нун», и на этом мы все-таки остановимся, хотя хотелось бы, может быть, весь алфавит добраться до него, как я планировал сегодня, вот, да. Здесь мы, у нас с вами лихает мем «софит», о которой мы тоже обязательно с вами поговорим, не оставим ее в, не оставим ее вне поля зрения. Итак, буква «нун», да, «нун», она, если мы ее с вами, вот, давайте сделаем так, да, давайте сделаем с вами так, да, тему очень трудная, я к ней готовился, но, вот, давайте посмотрим такую интересную вещь. Значит, «нун» нам по гематрии, если мы ее расписываем, буква «нун», «нун» и «нун», и посередине буква «вав», да, «нун» — это 50, два «нун» дают нам 100, и буква «вав», которая в середине, она дает нам «кав», да, вот, у нас буква «нун» по гематрии дает такое слово «кав», «линия», да, давайте посмотрим, что сделал, что сделал с линией, да, царь Шламо, да, царь Шламо, да, в царь Шламо, говоря о море, которое он, говоря о море, которое он создал, то есть о медном чане, да, которое называют «медное море», да, которое он стоит на 12 быках, он говорит, что, он говорит, что диаметр этого моря равен 10, да, 10 локтям, а окружность его равна 30. Мы с вами все прекрасно понимаем, что если 10 локтей, то окружность должна была быть равна 31 локтю, да, и, вот, 31 локтю с лишним 4, скажем, и по 4 десятым, да, то есть должно было бы сработать пи, да, 10 умножить на 3, да, вот, должно было сработать число, число пи, да, вот, но Шламо говорит, что 10 и 30. При этом, да, слово «кав» – линия, которое он обозначает диаметр, записано дважды по-разному, да, один раз оно записано с буквой «эй» на конце, да, а другой раз оно записано с буквой «вав» на конце без «эй». Теперь, если мы посчитаем числовое значение «куф», «вав» и «гэй», то у нас получится 111, да, если мы посчитаем без буквы «гэй», то у нас без пяти, то у нас получится, естественно, 106, да, 111 умножим на 3, получится 333, 333 разделим на 106, у нас получится 314 с остатком. То есть Шламо, царь Шламо дал намек на то, что он прекрасно понимает, что, скажем, да, что его не нужно обвинять, что он не знает геометрии, если он сказал, что диаметр — это 10, а окружность — это 30, это не значит, что он не знал число пи. Это то, что есть в книге Малахим в шестой главе. Давайте все-таки мы здесь остановимся и дальнейшее рассмотрение буквы «нун» оставим на следующий раз. Я вернусь немножко к этой теме, потому что я чувствую, что я начинаю торопиться и немножко комкать вещи, да, так что лучше нам все-таки остановиться и буквы «нун» оставить на следующий раз. Опять же, если у кого-то есть вопросы, мы можем с вами попробовать, я могу попробовать ответить коротко, не так, как и обычно, а гораздо короче. Что-то хочется спросить? Окей, хорошо. Тогда через наш форум, в который обязательно я поставлю вопросы, я жду вашей реакции, а главное, значит, мне важно знать, насколько этот материал для вас понятен и полезен. Конечно, он дает представление о, так сказать, глубине иудаизма. В большой степени как бы рассмотрение букв – это ответ на вашу просьбу. Если вы помните, мы находились в трактате «Суббота», в которой говорилось о запрете писать еврейские буквы. И вот по вашей просьбе мы начали рассматривать еврейские буквы. Не хочу переваривать на вашу ответственность, только напоминаю о том, где мы с вами стоим. Хорошо. Ладно, если нет вопросов, то я тогда с вами со всеми прощаюсь. И, пожалуйста, посещайте форум. Завтра же я постараюсь, как говорят Блинеды, но постараюсь поставить вопросы. Всего-всего самого доброго. Доброго. Очень надеюсь, что мы с вами продвинулись в понимании многих-многих моментов. Всего самого доброго. Спасибо. Спасибо.